Всем доброе утро, братишки, видите, немножко чепчик съехал. Сегодня, собственно говоря, у нас понедельник, и выехал я поработать в такси город Харьков. Добра бабла и позитивчика, всех благ вам, а я поехал работать. Готовьте чаю, кофе, можно даже шашлычка взять, и приятного просмотра вам. Так, ребятки, яичницу приготовил, три яйца, немного добавил майонеза, потому что вообще тяжело, что-то заходит. Надо не забыть своих рыбок покормить, они уже ждут меня. Следом за ними попугайчиков, еще тоже надо покормить, не забыть. Так, ребятушки, как вы знаете, по понедельникам я проверяю обычно масло, что тут у меня находится, собственно, по капоту, под капотом смотрю, антифризик и так далее, и тому подобное. Тормозуха, и что там у нас, собственно, с рулевой речкой, как там жидкостью поживают. Ну, а тут мне помогает, девсонь, что ты там, вызевывал с утра, да? Взевал, сейчас как раз с ним погуляю, пока машина прогреется, и в работу. Колесо то, что ремонтировал, вроде бы не с пуска, пока. Масло в норме. Так, ребятушки, вот, собственно, пробег, в конце у нас 91 километр, вот время. Сейчас заодно времени 8 часов 15 минут проверим, как машина запустится или не запустится на смеси спиртового и двойки с первого раза. На улице, видите, минус 11 или минус 12, что-то такое запустилось, без вопросов. Значит, вся проблема в спиртовом бензине была. Сейчас надо разложить свои бэбэхи, термосок, кружечку, судочек, поисты, все надо разложить, короче. Новая игрушка собаки, да, Зевс? Это самое. Он теперь стал, короче, радиолюбителем. Радиолюбитель теперь он у меня. То он раньше обувщик был, ботинком игрался, теперь он таким магнитофончиком. Новая игрушка у нас в баклажку носит, вместо палки, да? Да? Так проходит наше утро, когда нет снега во дворе. Когда есть снег, надо еще снег почистить. Продолжение следует... Ребятки, если кто помнит, как я подвозил депутата. Хар электромед, видите, заводик. Вот здесь я нахожусь. Ды-ды-дын, вон люди идут на работку. Короче, я к чему. Если вы помните, такой лысенький, невысокий мужичок, депутат, которого, собственно, я подхалывал, какие депутаты... Ну, вы поняли, что. В общем, вы же знаете, я за правду матку. А потом оказалось, что он депутат, он баллотируется. Всю ночь он там где-то гулял, кутил. Такой подпитый ехал. Ну, а можете пролистать там мои видосы, посмотреть. Так вот, только что вез женщину. И спросил, думаю, мне интересно. Он реально такой, знаете, похож, как у тот фильма «Брат 2». Вот этот на брата. Вот. Короче, что в итоге выяснилось. Умер он этот депутат. Выбился он все-таки в депутаты. Все. И вот буквально там 25 января умер от осложнений от коронавируса. Так все такие, ребятки, делишки. Возишь-возишь клиентов, а некоторых уже из них не стало. Кстати, такой позитивненький чувачок. Посмотрите, я же говорю, видосик на канале. Найдете. И он там, кстати, на превьюхе, по-моему, стоит такой лысенький, небольшого роста. Давайте, ребятки, до включения. Такие вот, как бы, новыны. Здрасте. Да? Сейчас. Смотри, у вас тут такая труба, труба дымит. На трубе антенны еще вдобавок, да? А он-то. Так, чтобы уже максимально, чтобы люди, как говорится, прохавали. Что-то мне предлагали. Я в частном секторе живу. Предлагали дома поставить такую. Говорю, не, спасибо. Потому что, типа, какие-то излучения с этих вот этих 4G-вышек. Это котельная, наверное, вот эти дома, да, получательные? У вас тут даже мяч такой, как в центре. Ребятки, посмотрите, какое количество антенн на этой трубе. Мало то, что труба как бы дымит. Плюс эти антенны, вот. А вот дома. А потом неизвестно, что происходит, как бы, у людей. Чего они болеют, непонятно. Ребятки, кстати, мне предлагали поставить такую антенну. Я живу в частном секторе. Киевстар, когда 4G, заходил к нам. И, чтобы вы понимали, они хотели, как сделать. Заложить одно окно и платить мне 1300 гривен в месяц. Типа, как сторожу. Я еще буду и ответственный за это все. День ему. Так, ребятки, приехал на точку. Вот девочка Мэри. Мэри, 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 Мэри. Поставила вот здесь вот эту точечку. Видите, возле выгула собак. Окружная, кто знает это, вот. Грицевца. Вот. Поставила на болте точечку. А 16-й дом, чтобы вы понимали, где-то в районе километра отсюда. И звонит мне. Я ей позвонил, говорю, вот собак вижу, вас не вижу. Говорю, где вы есть, на месте нет. Она говорит, так поддетьте 16 дров. Я говорю, это вообще-то, говорю, там через окружную, короче, переезжай туда-сюда. Говорю, больше километра разницы. Говорю, я не поеду, я должен на точке стоять. Так, а что нам делать? Перевызывать машину? Я говорю, ну, конечно, перевызывайте машину. Вот. Стою, короче говоря, здесь. Сейчас подожду минутки. Отменю, сделаю платную отмену. А там вызовет она, не вызовет. Как-то так. Но кататься, я ей сказал, я не имею права. Вы должны, говорю, были... Ну, не знаю, надо же как-то объяснять пассажирам, клиентам, да. Вы должны были, говорю, посмотреть, куда точка поставилась. Вот где точка поставилась, вы подтверждаете именно этот адрес. Она говорит, я ввела 16А, 16А, а где-то в кущах точка. И я же поеду на точку, а не на 16А. Так работает сервис болт. Если кто, не знаю. Жду. Сейчас буду нажимать заветную кнопочку. Отмена. Еще одни, кстати, такие же трубы. Вот, рядом с Грицевца. Переехал я на адресочек, кстати, ребятки. 700 метров подачи. Новый адрес. Сплатно отмен от Чики-Бамбуни. Работаем. Здрасте. Здрасте. Чтоб чистенько все было, аккуратненько. Все, вроде даже влезли, да? Я так думаю, где-то вы на моря собрались, 100%. Да, да. И все приколоты тяпцы на моря. Да ладно. Не переживайте, все будет хорошо. Ну, рассматривайте пейзажи за окном. Ну и, дорогие, это просто. Так, а что нам тут рядом, что-то, да? Да, Мегабанк. Мегабанк. А нам объехать, да, надо ли мы тут можем дворами проехать? Да, можно, мы не проедем. Не проедем, да, там, чтобы заблокировать. А, там вон, здесь что-то, пешеходное получается. Слушай, а как Мегабанк тут? А может, да, ладно. Центральный банк поехать, да? Украины куда-нибудь там сразу. Покататься подольше. Ну? Дожелать, до базара не дойду. Да, ничего страшного. Зато видите, какой сервис такси на Дубровку. Разу раз и в булочную. А что, видите, те, кто идут до базара пешком, они на машине не катаются. А вы как? Я уже хотела соседку просить. Думаю, то сучи скотча, он начали скотчить. Через 3-4, держитесь крючком, а затем перейдите на право. Держитесь крючком, а затем через 2-3, держитесь крючком. Пока вроде по приборам правильно едем, да? Такие навигаторы смогут позавести. Сейчас тут тоже на право. Твор какой-то, да? Асфальт ровненький, все сделано. Европа. Говорят, Салтовка, элитный район. Ну, вот. Элитный район, да? А, едем в такси. Конечно. Через 2-3, держите. Вы верните на право. Чертки, на левом. Да? Даже не обманывает? Ну, это Яндекс. Я обычно им путаю. За следующим домом, да, налево? Да, налево. Вот ты елочка какая. Да не одна, да? Так, где ваш СПА-салон? Да, вот эта. Сейчас ногти, наверное, да? Все дела. Ну, в банк сначала, чтобы же деньги не снять, а потом на визаж, на все вопросы, что хватило. Ой, большие святаки. Ира, усылки деньги. 31 там. Ага, сейчас я найду. Сейчас 20-ку найду. Спасибо. Давайте я вам... Могу даже выйти помочь. Помочь? Да, нет. Представляете? Мало то, что в банк, еще и хлопец выйдет, поможет вам. Это вообще бесит. Да, пожалуйста, хорошего дня вам. Спасибо. Пять звезд. А, бабулечек таких люблю я возить. По СПА-салонам. Думаю, поднял я им Олега настроение. Пишите, ребятки, комментарии. Поднял или нет? А то она обычно такая, блин, боится всего. Ой, понимаю я их, если честно. Возраст уже, конечно. Что, стоим дальше, ждем здесь заказика. Даже скидочку сделал, одну гривну. Как там, на добрые дела. пошел родной на окружную выезжать эти у чувака какие штукенции на заборе ремонт обуви вот напротив мойки кто знает на роганское меня просто в шоке посмотрите какие чуваки здрасте вот видите где у меня стоит похоже на 16 пишут вызывают по маячку это не ласки 18 я вам просто объясню чтобы вам было проще что я тоже себя вызываю то же самое не оставит куда попало вот это вот . это туда куда приедет водитель если здесь будет стоять адрес любой 1847 на адрес никто не приезжают дата у меня горите 12 16 если я хоть не местный был а так я отсюда родом у меня тут родственников плану в этом доме живет конечно я у меня горите какой дом я все прекрасно понимаю просто лишь приезжают на точку поднимете так что как то так мне вообще как-то раз чайверях поставила водитель естественно туда поехал так что даже приложение она но не ориентируется на адреса вы поняли какая система да надо точку именно пальцем передвинуть вы можете даже к подъезду поставить я вот тут заезжал я в шоке сырю я не обращал внимание что он тут чудо ну на этом самом чучело посмотрите какие-то я сколько ездил не обращал внимание тут это у нас борется с привидениями какие-то что там дал чека в голове что заехал на по сети а газ уже по 1370 ребят заправляюсь что делать заправился короче ребятки на б-сети 1370 газок и еще к тому же 37 литров с лишним залил мне в бак 42 литровый отсекатель у меня как бы или заклинил или не работает или зависим его там просто тупо нету время заливают до их него отсекателя также такие ребят делишки ну как-то нормально залезло 37 литров плюс-минус на малюк может даже работает отсекать потому что бывает на баре семи заливаю там блин чуть ли не 40 42 литра вот кстати напишите свое мнение по этому поводу в комментариях может из-за этого и расход такой большой потому что когда набор и сами говорю 35 литров расход вроде чуть меньше когда рю до полного начинается чуть больше вот тут на б-сети сказал сегодня специально до полного посмотрим что будет доброе утречко а тут оказывается подъезды да с этой стороны я думаю смотрю сюда еду никого нету думаю поеду вовнутрь приехал внутрь думаю позвонил болтовозы болтовозы это новый гимн короче этих болтовозов таких как я которые катают болт ребятки да кстати помню я про то что покатать там другие службы покатаю обязательно сейчас у меня там бабосики надо мне отдать покупал я телефон малому занимал бабки вот надо отработать собственно говоря этот телефончик а потом уже будем играться как говорится кататься короче пацанчики бэха не зарешала он стоит разваленная полиция чеки копчики пасутся бэха развалила тачку еще не будет здрасте в азизоре куда я подвозил эту девушку когда мне интернет отказал вода фон конечно красавчики смски слали на чтобы их читал естественно вот пополнился я на там десятку мне сняла за день и пополнился я привод через приват 24 на месяц 220 гривен пополнение уже мобильного чтобы был интернет безлимитный я конечно в шоке где насчиталось мне 26 минут ожидания в болте но не знаю я отменил просто поездку потому что если бы я ее подтвердил мне бы насчитала там гривен 70 поездка 80 это и с нее бы сняла комиссия нам дала тридцатку это вообще не понятия не сколько я с ней должен был брать заработал сразу пришел следующий заказе к еду на олимпийскую здрасте что у вас тут за происшествия для дома там там люди что-то валяются на дороге скоро я подъехал что люди на остановке так стоят заглядывает там что так что там произошло кто-то там лежит в бурьянах ведь его за елочек думаете чисто на перекурчики да на нас остановки вызвали до 1 скоро стоит не знаю что им делать куда его везти и вести ли куда-то да да может и так я видел как четверки их обслуживают таких персонажей не видели вы там сначала ложат ложат в коридор потом если в коридоре уже захрипел начал помирать выносят на улицу там такие елочки на улице и вот там вот тряпочкой потом накрывает уже когда уже все и все и вызывают морг бесплатная медицина во всей ее красе а и и и и и и и и и Nice to meet Dubai Пять зирок Погнали дальше Так И таксисты тоже немножко знают English Так ребятушки что хотелось бы сказать Невозможно стоять в машине Хочется все время двигаться Потому что я ставлю Чтобы у меня грело сюда наверх На улице морозец Сильно не включая чтобы не шумел Вентилятор чтобы вам что то было слышно и видно Ну и короче как то так Поэтому надо шевелиться Шевелиться Для того чтобы шевелиться нужно заказики Сейчас вот надо в Туапсе Съездить наверное на этот самый Скажите я скажу На Сакар Надо было тут конечно повернуть Но придется теперь кружок поднуть Так ребятки кстати Напишите в комментариях вы обслуживаете Англоязычных клиентов Немножко хотя бы капельку на английском языке То есть там пожелать хорошего дня Там 5-10 когда они уходят Или там сказать спасибо И как вы думаете это влияет на вашу оценочку Всегда поражаюсь чистоте В Сакаре В туалетах Вот пожалуйста Два вида Туалетной бумаги Кружочки Беде тебе Чтобы ты подмылся и чувствовался человеком Вешалочка Все норма Тут стоишь такой Отливаешь И чтоб ты не скучал Заодно тебе музычка Тут пожалуйста бумажки Руки вытирать Здесь не мыло А пенка Вот сразу Плюс такое Так ребятки Выходил короче только что С Сакара А туда зашел Пассать Такой же любитель Сакаровских туалетов Как я только полицейский Я не знаю Ну как то я шел Короче То ли сильно Блять широкий в плечах То ли я не могу понять С чем это связано Короче Чисто так Получилось Реально не хотел Короче Шел этот полицейский Немножко коцнул я его Как бы с плеча Ну не разминулись мы Как вы думаете Совпадение Или карма Или как оно так получилось И было ли это нападение На полицейского При исполнении Он кстати при исполнении был Или это так просто Ну так получилось Совпадение Событий И так далее И тому подобное Напишите в комментариях С одной стороны Даже как то приятно стало С другой стороны Непонятные какие то чувства Напишите в комментариях Что вы думаете По этому поводу Ну так вот знаете Когда там идешь Где то блин И тут Он спешил туда Я выходил оттуда Как бы Вы сами понимаете Я под заказе Ко мне тоже ехать надо Давайте до включения Кстати напишите В комментариях Забыл сказать Как вам Сакаровские туалеты Как по мне Это нам был один Просто Нам бы ван Из всех заправок И вообще По Харькову Наверное Я считаю Если бы каждый Везде бы были Такие бы туалеты Наверное Мы бы жили по другому Если бы везде Было так красивенько И четенько Пожалуйста Был Спасибо Пожалуйста Здравствуйте 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 Пацаны, я реально в шоке нахожусь. Почему? Потому что щебенки насыпали, как по Робьевым горам ехать. Это же Европа! Это же просто шикардос. Смотрите, мы же тут теперь хоть как-то можем проезжать. А то я уже, честно говоря, думал, когда были дожди, вообще сюда не брать. Ни отсюда, ни сюда заказы, потому что трэш-контент. А сейчас хоть как-то потихоньку можно проезжать. Единственное, вот этот участок. Будьте внимательны на повороте, потому что здесь он уже позгребал, а многие люди, они летят. А тут ледок, видите? И вот этот ледок очень скользкий, он не посыпан ничем, кроме щебня. То есть, как бы с другой стороны щебнем посыпан. Что будет, когда здесь размёрзнет, водичка будет плавать, я, конечно, не знаю. Но сейчас пока норма льды. Добра бабла, ребзя, поехали! В общем, налил себе чайку, хотел похавать. Болт как начал насыпать, кстати, вот на улице минус 12, если видно вам. Холодео замерзео, видите? Минус 12 показывает. Завтра вроде как ноль, то хотел, честно говоря, машинку помыть. А при минусе на самообслуживание мыть её, это бредово. Плюс, кстати, вот лайфхак, ребят. Смотрите, когда при минусе мыть машину, минусы и плюсы, да? Плюс, там течёт на промывку, стоят пистолеты постоянно водичкой, то есть, можно обмыть сильнее машину. Это раз. О, где-то мой персонаж. А второй, собственно говоря, вот, вызвал он болт, приехал обклеенный, но не его номера. Да, и вот он смотрит и думает, я не ехал. Ага. Во, 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 ко мне. Здрасте. Эй. Как дела, человек? Я все-таки. Где ты? Харкев? Where are you from, Харкев? What? Where are you from? Я вон в Куни-Конакви. Я такой, я не знаю, что... Не знаю, что... Ага, 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 ага. Ага, ага. Ага, 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 ага. Ага, ага. 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 Похоже на меня. Мы уходим. Я забираю свою посылку и мы возвращаемся одновременно. Окей. Коррект? А? Коррект, коррект. А? Окей. Только надо оставить залог. Манья. Оставляю и гол. Тут же наличка, наличка. Ага. Фак оф полис? Да? Фак оф полис? Фак оф полис? Фак оф полис. Я не знаю. Тупак Шакур, ты знаешь? Тупак Шакур. Знаешь? Знаешь? Я не знаю. Я не знаю. Он с одного. Фак оф полис. Тупак Шакур. Фак оф полис. Фак оф полис. Он весь дope... Он весь шуткий раз. Маленькое problema. Окей. Рап я, тупый. У comprendь? Разучста. Одного-дот sec. Тупак Шакур В источнике википедия об этом говорится Видишь, что дальше? Продолжение следует... короче братик попросил братик попросил подождать а я не могу не принимать заказ лейтлой так ребятушки пацанчики решил я короче перекусить капуточка квашена не знаю как там вам видно не видно о вроде сфокусировалась и короче мясо куриная грудка обжаренного так вот с яйцом такой скромный завтрак такси ванна вернее обед давайте похаваю и проедем дальше пацан-дреа помните вот эту дорогу где дедушка тут справа сидел ковры самолеты которая была коврами застелена посмотрите какая европа теперь я показывал своих видосов гляньте сделали ремонтик теперь просто красоте добрый чуть этом пару еще можете сильнее чуть-чуть ванну окей сэнки сам мач рывала с кулёчками здрасте я думаю смотрю что телефон поиски думаю сто процентов такси так когда выехать отсюда еще бы хорошо какую сторону вообще все помню пока просто навигатор про а к ребятушки только что и с клиентку не знаю бог него в общем поболтушь сегодня катаю 71 гривну поездка и очень было честно говоря приятно когда она мне дала сатэнчик и сказала спасибо без дачи то есть как показывает практика если с 99 процентами людьми по-хорошему вот собственно и не с тобой так поэтому как-то так ребятки можно и на таких собственно до заказе как мелких если на чай там 2 5 10 гривенах кто-то и двадцатку кто-то вот видите почти 30 гривен дал на чай и потихоньку по маленьку как говорится а уже и неплохо то есть заказов того больше делайте чаевых соответственно не факт конечно но шанс больше чаевых поболее получить короче как-то так пишите в комментариях свое мнение по этому поводу здрасте ребятки машинка месяц почти не мытая как по мне сдалека неплохо смотрится погодные условия как раз такие которые сами моют и внутри конечно убирается но снаружи видите на муль и так вот по сравнению даже в его и любимо какое-то меня там заказала девчуля и короче заряжает она мне я стою на точке не заряжает а тут односторонки везде это стык кто короче понимает да здесь здесь это одностороночки кстати может угадайте где я стою она мне говорит медичные анализы эльвива 17 там 5 10 я говорю окей окей я стою на месте а где я говорю там где на карте точечка где я нарисован у вас там есть стою я говорит не понимаю я говорю на месте стою молчит значит она понимает что я на месте ага думает чтобы еще придумать ну и короче туда-сюда что-то там ля-ля-ля-та поля-та поля-ля-ля-ля я говорю короче я жду здесь на карте я вас отображаясь подходите на точку там где вы ее поставили все жду не придет буду отменять потому что у нас умеет а и игрушки вот эти вот зачем они ребятки вез эту мадаму которая не могла мне найти и поездка 80 гривен дает мне соточку я говорю гривночка если 20 дал ну типа показываю гривну она говорят говорят мелочь нету бонус программа от александра отдал ей 20 минус гривну себе мне просто вот постоянно таксисты говорят что они ждут по гривне вот африка да там все время сдачу давали там 50 копеек 5 10 напишите в комментариях это так действительно и вы даете кому-то на чай так скажем с клиентом откуда вы к нам откуда вы в рф марокко марокко да говорят там хорошо да да тепло тепло очень хорошо что сам не ци всегда я не волцы да недавно парня вез он рассказывал говорит классно и учиться здесь на архитектора парень из марокко я я я учу фармацев фармацев ну короче фармацев да да фармацев будьте таблетки делать да да а там в марокко хорошо с этим там в марокко хорошо таблеток а таблетки дорогие в марокко таблетки дорого да дорого да а там мы не можем учим фармацев потому что мы нас на хорошие хорошие оценки в школе а он не говорил у него брат в медицинском учиться он не рассказывал что там у него оценка самая большая самая большая самая большая да и только тогда он учится в марокко а если вот оценка маленькая то нельзя оценка и тоже экзамы для университета так что видите правда да да надо быть очень умным уже там на медика выучиться нет а тут дорого обучение вы учитесь дорого how much да да 3500 долларов здесь да за год за год да а там зарплата фармацепта сколько будет у вас когда вы уедете будете работать в марокко локализация может быть если у тебя хорошая локализация ну я понял да да будешь до 780 тысяч долларов за месяц классно если нормально 3000-4000 здесь понятно долларов да ну хорошо тоже да ребятушки не забывайте снизу ссылочка на телеграм-группу где вы можете пообщаться собственно с такими же как и вы с подписчиками канала с таксистами и внизу также есть тикток инстаграм мой и все там донатики карточки и так далее и тому подобное по максимуму уже как говорится вложился во все вот эти вот темы ребята чтобы вам было поинтересней ребят вот я сейчас скажу вам мысль а вы просто мне ответьте на вопрос в комментариях или напишите свое мнение я знаю мы как бы такие активные ребята вот сейчас собственно морозец да и вот все вот эти вот дни когда морозец я ни одного не увидел полицейского с руками и мне хочется мерзнуть или какая из причин я не могу понять вот объясните напишите мне снега нету ничего нету просто мороз это называется не хочется стоять на морозе мягко скажем а когда мороза не будет будет тепло начнем мы по полной программе иди сюда а сейчас на на занялись там парковками евробляхами напишите в комментариях вот кстати сейчас еду вот здесь где они все время стоят сейчас их хоть нету так ребят пришел заказик с этого дома 21А вот смотрите тут непонятно какие то символы что тут происходит автостадная набережная 21А вот стою по адресу и точка и адрес все совпадает ребят он стоит туалет с фильма ужасов и воронье вокруг летает ну я стою по адресу собственно говоря до этого адрес показывал вот смотрите просто кошмар кишит автострадная на заводе на мивине обеды раньше не было там свое приносить надо было а сейчас там выходят мивины нет мивины там по своему желанию если хочешь без авария какую хочешь через а так то колбаса вареное первое второе ничего себе ну я слышно колбаса у них кстати вкусно привозят да ну я там когда работала давно еще на больше на 5 лет на то время у них колбасу привозили обеда не было такого а сейчас именно полный обед я слышал что то что там такие жесткие условия труда да что там и штрафы какие-то и работать там надо чуть ли не как папа карлоса круглосуточно да ну да и зарплата да зарплата маленькая маленькая да ты думал хоть зарплата большая нет маленькая ну там сколько 12 часов надо работать сколько нет по-моему 8 часов 8 не ошибаюсь да я вообще точно не буду 8 часов еще ты просто как-то подвозил на мивину и говорят что я если опоздаю мне там штраф там 5-10 люди часто такси вызывают на мивину да они строго зайдут видно опаздывают и вызывают такси чтоб штраф не впаяли видно такси дешевле не дает видите нам никакой эмоции а это красиво было да так было красиво искать прям как в Америке это погоня погоня да когда они летят там в сериалах почти почти ничего видите только телефон ну что такое это по-нашему доставка да посмотрите какая машина он бы хоть интересно видел что он грузит ребятки видите искры шуруют чувак просто газель везет на эвакуаторе почему бы нет я думаю на этот эвакуатор можно и танк бы было загрузить так чтобы именно вообще просто слой асфальта снимать вот этими задними номерами так давай давай дядя жги давай искры что то он медленно что то медленно о чуть чуть черканул не дает видите нам никакой эмоции у чехии была так там даже если переходишь дорогу и в положенном месте могут тебя штрафовать правильно ну так что ну если конечно попадешь если будут ехать и это если даже ты перешла дорогу допустим по зебре ну не на свой светофор это уже штраф да мы там с девочкой так переходили дорогу девчонки говорят почему поперлись на красный свет я говорю мы же нету мы же наши ну вот так вот и я перешла наше потом я говорю мы остановили на наши 500 гривен а то я штрафовала я говорю я говорю я говорю я говорю я говорю что ты уходишь сейчас я тебе серьезно вы мог летаться даже показать шутки плохи там да ребятки а к нам похоже с Киева или откуда не знаю пошел снег видите и мужики тоже пьяные пошли добрые ох мам ты вместилась ну что себе заявочки я себя как то таким не чувствую я бодрячком еще я молодым огурчиком держусь а снег идет а снег идет по моим щекам бьет бьет но по моим не попадает ну короче погодка бомбическая начинается вечерком кстати кто то вспомнил что это за исполнитель кроме Александра кто еще исполнял данную пестань кстати мостик такой красивый тут у нас на набережной бомба снежочек погода конечно бомбей особенно если не выходить на улицу а смотреть с автомобиля так вообще супер все здравствуйте здравствуйте днем добрый марина да да здрасте чуть сильнее можете вечер в хату ребятушки вот и поработал я как вам кстати такая тема зашла нет и что хотелось бы сказать нормальный денечек сегодня заработал денежек приличная то есть получается где-то в районе 1600 с чаю хай но неплохо неплохо а 1550 это сто процентов а потому что мне если помните там насыпали сегодня на чай до были моменты когда я гривночку дарил ну это не настолько прям плачевно я вам так скажу вот и собственно говоря приехал я вот практически домой болтяра вывез меня мне нравится вообще погодка бомбическая на улице снежок были коэффициенты но мне надо катить зал ребятки как-то так качаться надо не забывать поддерживать себя в форме это еще и лучше надо сделать форму потому что скоро собственно говоря вроде бы докажется вроде бы на улице снег 5 10 но скоро пляжный сезон я вам так скажу туда-сюда не успеешь очнуться а уже надо будет пресс показывать а придется показать как говорится пундру поэтому надо готовиться уже начинать сейчас блин пересвечивает конечно этот самый свет не знаю без света лучше а ну-ка пишите комментарии свои так что такие ребятки делишки день довольно таки неплохой с тем что как бы я поработал вот сейчас иду в зальчик помонтирую вам еще видосик то есть по моему можно работать болтея ни в коем случае как бы не нахваливаю вам реально ну я для себя пока не вижу альтернатив я все комментарии читаю на все отвечаю помню что вы просили меня там 30 40 покатать уклон яндекс и так далее и тому подобное ребят с удовольствием если я буду чувствовать что работы в болте нету до каких-то из дней я думаю это может быть будни какие-то дни я с удовольствием включу яндекс примеру покатаю и либо же уклончик чтобы показать вам то есть я на связи как говорится так понравился в принципе мне денечек да были конечно там приколы свои не совсем путевые пассажиры но такое бывает ничего страшного тяу 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 если кто помнит напишите откуда это всем добра бабла позитивчика просто бомбической пушечной энергии на завтрашний день на сегодняшний пока пока до новых встреч и разведем же срать в комментариях каждый комент читаю отвечаю пока пока ребят ребятки вот пробег 168 километров проехал я получается вот временечко поработал я в комментариях Продолжение следует...